Друзья, одна из ключевых бирж, которую мы будем использовать в обучении и в работе, и которая совершенно прекрасно подходит для того, чтобы как раз-таки начинать, и для тех, кто будет дальше работать на небольших объемах, например, там до миллиона рублей, это биржа OKX. В этом видео мы разберем с вами ключевые преимущества по отношению к тому же Binance, и самое главное, как получить статус суперторговца. Это то же самое, как мерчант для биржи Binance, только здесь суперторговец для OKX. Итак, мы с вами заходим на биржу OKX, нажимаем «Создать аккаунт», и здесь просто регистрируемся на ваш e-mail, вбиваем пароль, и вам придет на почту, собственно говоря, код подтверждения. Здесь, я думаю, с этим никаких проблем нет. Теперь смотрите, друзья, после того, как вы уже зайдете в вашу биржу, естественно, начните, пожалуйста, с безопасности, да, то есть обязательно защитите свой аккаунт, подключите мобильный телефон, подключите Google Аутентификатор, это все то, что вы уже должны знать из обучения в криптограмотности, из предыдущего видео про безопасность. То есть это ключевые вещи. Подключаем мобильный телефон, подключаем аутентификатор. После чего, друзья, смотрите, переходим в раздел «Купить криптовалюту» и «Питупи-торговля». Сейчас будем разбирать преимущества OKX. Первое, да, что вы должны прочитать, это зайти вот сюда, подробнее, программа торговца, программа торговца. Здесь вся информация про то, как стать суперторговцем. Давайте разберем с вами, что для этого нужно. По сути, ну, очень мало чего. Первое — это просто проверка личности. То есть здесь проверка нашей личности по паспорту, как всегда, да, мы отправляем загранпаспорт. Такая же стандартная процедура верификации, как и в Binance, ничем не отличается. И здесь нужно положить 2000 долларов, которые вы также можете использовать, самое главное, да. Вот видите, написано, депозит может быть использован для P2P-торговли. То есть 2000 долларов — это 100 тысяч рублей, друзья. Ну, я думаю, меньшим объемом мало кто будет арбитражить. Да, вот 2000 долларов вы кладете, пополняете ваш аккаунт, после чего вы переходите к второй части подтверждения вашего аккаунта, так же, как на Binance, загружаете выписку из банка, например, из Сбербанка или из Тинькова. Это то, что есть у каждого из вас, я более чем уверен. На английском языке, то есть на английском языке вы делаете, там, в Сбербанке, выписка для, например, визы или для консульства. Там есть такая шучка, да, реквизиты выписки, виза для консульства на английском языке. И там есть ваш адрес. Там есть ваш адрес. То есть это совершенно прекрасно подходит, выписка из банка. И дальше вы укажете, ну, уже перейдете к оформлению вашего аккаунта, мы это тоже разберем. То есть, соответственно, имя пользователя. Вы можете назвать там, я не знаю, B2C трейдер, или там, как я назвал свой аккаунт, например, быстро-надежно. Да, мы об этом поговорим. Так вот, когда вы перейдете сюда подробнее программы торговца, просто нажимаете на подтвердить мой аккаунт, да, и, собственно, вот здесь переходите в... Давайте настроим ваш аккаунт. Нажимаете индивидуальный аккаунт. Вбиваете ваше имя, да, имя, фамилия, тип документа, загранпаспорт. Вбиваете номер и сюда нажимаете, ну, соответственно, выбираете здесь Российская Федерация, да, загранпаспорт, номер загранпаспорта, ваше имя, фамилию, нажимаете отправить информацию. После чего переходите на следующий этап, да, естественно, отправляйте, пожалуйста, только ваши настоящие документы, не фамилия, а имя, да, потому что просто это, ну, никто не подтвердит. Дальше вот здесь в ваш аккаунт проверка личности, да, вы еще раз попадаете на вот эту вкладочку проверка key IC, нажимаете проверка по фото, и сюда либо с помощью веб-камеры с компьютера просто делаете, ну, такую же процедуру верификации, как на Binance, либо с телефона у вас там QR-код будет, вы просто с телефона сделаете селфи, и все. Вот, то есть если здесь неправильная информация, вот можете ввести еще раз. Соответственно, следующее, когда вот здесь будет написано, нарисована галочка, да, подтверждено, следующее — это требование к финансированию. То есть вы нажимаете «Пополнить мой основной аккаунт», пока что ваш баланс пуст, нажимаете кнопочку «Пополнить», здесь выбираете сразу «Популярные валюты», USDT, выбираете TRC20, потому что это самое-самое быстрое, в чем вы можете отправить. Здесь нету Binance Smart Chain, да, сети BSC20. Тут есть либо сеть эфира, сеть самого УКХ, полигоны, соланы, то есть вряд ли у вас там в арбитруме или оптимизме лежат ваши USDT. То есть вы просто выбираете TRC20, нажимаете кнопочку «Продолжить», у вас появляется ваш адрес биржи, ну, я думаю, здесь все максимально понятно. Просто копируете, переходите к вам в Binance и с Binance, например, отправляете сюда 2000 долларов. Можете отправить там сразу больше, 2500, 35, то есть реально на этой бирже, на вот начальных лимитах вы будете использовать преимущественно ее, потому что на Binance есть ограничение T1, о котором мы поговорим в следующем видео. И Binance, вот цель получить мерчанта на Binance, что мы тоже рассмотрим в следующих уроках, да, получить подтвержденного пользователя вот с этой золотой галочкой, это для тех, ну, кто уже будет потом на больших объемах работать. То есть там, ну, от миллиона и выше. Вот от миллиона и выше наша цель получить мерчанта на Binance, мы в нашем сообществе сможем также помочь друг другу это сделать, о чем мы тоже поговорим в следующем видео. Не будем забегать вперед, пока разбираемся с биржей OKX. Соответственно, если вы там до миллиона рублей, например, собираетесь сейчас, да, работать, и ваша цель сейчас вообще там получить прибыль, получить опыт работы с арбитражом, OKX биржа шикарно для вас подходит, и сейчас можете пополнить, например, там, ваш аккаунт на 5000 долларов, например, да, или там на 10 тысяч долларов, если вы собираетесь арбитражить этой суммой. Соответственно, пополняете аккаунт. После чего, да, еще раз давайте мы зайдем в этот раздел, раздел «Подробные программы торговца», да, вот на всякий случай. После того, как у вас будет выполнено условие подтверждения личности, вы загрузите ваш загранпаспорт, вы проверите себя по лицу точно так же, да, как там на Binance, или там можете загрузить российский ваш паспорт, пожалуйста, или водительские права, они принимают там любой документ, никаких проблем нет. Когда у вас будет выполнено требование к финансированию, после этого вы уже перейдете вот сюда, у вас откроется вот здесь вот галочка «Стать суперторговцем», и вы сможете ввести, приложить, как я и сказал, банковскую выписку, ввести ваши контактные данные, то есть вы сюда напишите ваш номер телефона, ваш телеграмм на случай, если захотят с вами связаться, да, то есть такая, это реально вот здесь история, то есть вы вобьете там способ связи, также вы вобьете контакт для экстренной связи, например, вот я там вбил Аню, да, написал ее номер телефона, или вы там вобьете вашего друга или родственника, то есть там просто контактные данные вас, ваш телеграмм для связи, никто никак в жизни там не напишет, это просто условие, чтобы с вами можно было связаться на случай чего. Вы также согласитесь с условиями, что вы будете работать честно, благочестиво, никого не будете скамить, вы будете ответственным торговцем выполнять все условия и прочее. Ну, в общем, стандартная процедура, и все. И у вас будет кнопочка «Стать суперторговцем». Соответственно, у меня рассмотрелось это в течение вот реально одних суток, то есть в течение их суток у вас будет статус «Суперторговца». Теперь давайте мы перейдем непосредственно, вот здесь вот смотрите, настройки, да, настройки. Это ваше, это ваше название аккаунта, которое пока еще не подтверждено на KIC первого уровня, пока у вас нет выполненных ордеров, ничего нет. Да, способы оплаты, вот здесь вот можно добавить, то есть мы нажимаем кнопочку «Добавить». Давайте мы лучше перейдем на уже мой рабочий аккаунт. И вот смотрите, да, «Быстронадежно» — это вот мой ник. Вот это как раз то, ради чего все это делается. «Фиолетовая звездочка, суперторговец». У меня подтвержден аккаунт KIC второго уровня. Вот я 15 ордеров сделал, на полторы тысячи долларов проарбитражил. 100% у меня выполненные ордера, максимально быстро я работаю с 14 разными людьми. Дальше, если мы отмотаем чуть ниже, да, вот здесь у нас с вами способ оплаты. То есть сюда мы можем добавлять и нас, и, забегая вперед, контакты ваших, например, дропов или одержателей карты, на которой вы работаете. То есть смотрите, здесь, например, моя именная карта, да, Дмитрий Щекин и имя. Например, если вы работаете на карту третьего лица, вы нажимаете «Добавить», потом выбираете, соответственно, например, «Сбербанк», да, например, карта, вот у вас здесь в конце карта «Сбербанк», и, например, карта Тинькова, карта «Росбанка», карта «Райфайзенбанк» или «Киви», или там «Юмани». То есть вы пишете, например, ну вот представим, Анна Щукина, да, это, например, на карту моей жены, или это будет просто тоже какое-то имя, фамилия совершенно другого человека. Дальше вот здесь номер счета. Номер счета — это и есть номер карты. То есть вы можете написать и номер счета, и номер банковской карточки, и номер телефона. Это на самом деле не обязательно. То есть обязательно вот просто вбить 16 цифр, номер вашей карты. С Тинькова на Тиньков без комиссии, со Сбербанка на Сбербанк без комиссии. То есть вы, опять же, из будущих уроков также узнаете, что, ну, дополнительную информацию вы можете написать на момент создания объявления. Мы с вами это тоже сделаем. То есть здесь просто пишете вот так же, как и я, да, написал, как и на Бенанте, как и где угодно, на любом P2P 16 цифр вашей карты. Дальше вот здесь вы можете написать быстрые ответы. То есть у меня быстрый ответ, который я создал, взял в работу, все сделаю быстро. Вы можете сделать там быстрый ответ, например, самостоятельно. Взял, ну, можете сделать там, взял в работу, все сделаю быстро, отправляю с личной карты, прошу ответить в чате, не знаю, когда все сделается. Ну, просто, да, это вот сейчас я из головы написал. То есть какой-то ваш быстрый ответ, который вы будете использовать в будущем. Все. Особо здесь больше какой-то информации нет. то есть что дальше что дальше вот здесь есть конкретно на ukex из совершенно потрясающе что намного удобнее чем например на bin Laden это информационная панель вот здесь вообще здесь есть все на этой информационной панели у нас есть здесь сразу например мои объявления мы можем вот здесь сразу зайти об в объявлении вот вы можете наблюдать что у меня здесь есть объявление купить USDC, продать USDC, купить USDT, продать USDT. Я вот здесь могу нажать на кнопочку «Изменить», изменить объявление, могу активировать, могу деактивировать. Очень удобно. Вот здесь ордера, выполненные ордера, которые я совершал. Также там в следующих видео вы часть из них увидите, например, какие были выполнены, какие были отменены, сообщения с людьми, да, все чаты. Здесь можно сразу добавить способ оплаты прямо в этой информационной панели. Бах, нажать кнопочку «Добавить», быстренько добавить способ оплаты, использовать его, да. И вот есть главная страница, где мы видим там средние, примерно, суммы по стакану купить-продать. Например, да, для разных способов оплаты мы можем выбрать. То есть, например, посмотреть, какой сейчас стакан по купить-продать Сбербанку по самым первым объявлениям. Дальше, когда нам прилетают ордера, то вот здесь мы сразу видим неисполненные ордера, вот здесь также очень удобно на главной странице, также очень удобно быстро менять наши объявления. То есть, в отличие от того, чтобы, например, сейчас зайти в мое объявление, потом нажать вот сюда вот на кнопочку «Изменить», провалиться потом уже вот в этот большой функционал объявления, которое мы сейчас с вами будем делать, здесь целых три страницы. Страница номер один, потом страница номер два, потом страница номер три. То есть, достаточно долго. Мы сейчас с вами объявление создадим. Можно это сделать из информационной панели максимально быстро. Вот здесь, да, главная страница, неактивные. Вот, например, да, если я сейчас активирую объявление, вот смотрите, вот здесь вот нажимаем на кнопочку «Изменить», быстро, например, за секунду меняем объявление, меняем, например, количество, да, от 10 тысяч, например, там мы поставим до 100 тысяч рублей. Оп, количество USDT можем там больше, например, продать. Хоп, нажимаем «Опубликовать, разместить». То есть, мы прямо вот здесь супер быстро работаем. Мы зашли вот сюда в P2P-торговлю, увидели стакан. Ага, сейчас быстренько продать. Самая, самая там выгодная цена 63,96 по Сбербанку. Захожу в информационную панель, быстро захожу вот сюда, 63,96, и меняю, например, сразу 63, ставлю 95. Да, то есть вот как раз я максимально быстро могу вот отсюда, из этой информационной панели работать. Реально, вот они очень круто сделали. И дальше, друзья, самое главное, вот я сейчас даже переключусь на крупный экран, 0%. То есть здесь нету ограничений на покупки, продажи, в отличие от Binance, для не-мерчантов. То есть почему нам нужно получить мерчанта на Binance, чтобы у нас не было ограничения T плюс 1? Это то, о чем вы узнаете в следующих уроках, и о том, как получить мерчанта на Binance, тоже вы узнаете в следующих уроках. На бирже OKX нету ограничений. По сути, это ограничение есть только на Binance. То есть на T плюс 1 нет, на Bybit нет, на Хобби нет, на других биржах нет. На Гейте нет, на Кукоине нет, где есть P2P с российскими карточками. OKX – ликвидная биржа, быстрая биржа, быстроразвивающаяся биржа с очень хорошими спредами. Соответственно, мы когда работаем с OKX, у нас реально нет спреда на покупку и на продажу. То есть вот давайте посмотрим прямо сейчас. Если мы вот сейчас заходим, давайте посмотрим в Тинькове, что у нас есть, выберем способ оплаты Тиньков, и мы сейчас видим, что в Тинькове у нас от суперторговца вот самое первое объявление, там объем 46, 46, да, может быть, не все хотят купить 46. Вот следующий, там от 30 до 47 тысяч, вот от 50 до 600, да, вот это нормальное объявление от топ-менеджера. 63, 63. То есть мы можем, например, выставиться по 63, 65, потому что у этого человека слишком узкий как бы диапазон. Понимаете, да, не может быть, если человек вобьет, например, вот так вот 10 тысяч рублей, он его даже не увидит, понимаете? Он его даже не увидит. Вот посмотрите, на 10 тысяч рублей самый первый ордер это 63, 25. Вот мы вобьем сейчас 63, даже если мы встанем по 63, 30, по 63, 30. У нас комиссия 0%. И теперь мы на 10 тысяч рублей в Тинькоме посмотрим на купить 64, 35. То есть мы можем встать даже там 64, 30. 64, 30. Вот мы встанем сейчас 64, 30. Друзья, это просто охренеть. Это полтора процента спред. Полтора процента спред. Возможно, сейчас в первых уроках вы не понимаете, насколько это вообще, ну, с ног сшибательный спред, да, и который реально сейчас можно там крутить на ОКХ на небольших, например, ордерах по 10, 20, 30 тысяч рублей. Это очень много. Это очень много. Очень. Очень. Это просто офигеть, как много. Цена бинанси такого спреда не будет между стаканами. Вот. Соответственно, ОКХ биржа это мега топ, да, если вы собираетесь там как раз на небольших объемах работать. И видите, да, суперторговцы. Не у всех есть суперторговцы. Вы можете его получить как бы очень легко. Соответственно, вот это преимущество. 0% комиссии. Потому что если бы, например, вот смотрите, 1,58, если бы у нас был спред как на бинансе, например, 0,1% здесь и 0,1% здесь, то мы бы потеряли 2, ну, 0,2%. У нас был бы спред не 1,58, а у нас был бы спред 1,38, понимаете, да. То есть это все равно существенно. Очень существенно. Особенно, когда спреды там в нормальное время, там 0,3, 0,5, да. Это уже, ну, много съедает. Съедает наши прибыли за один круг. Соответственно, друзья, теперь давайте мы с вами зайдем в мои объявления и на этой бирже сделаем объявление. То есть как делается объявление изначально. Давайте посмотрим. Вот P2P-торговля. Выберем, допустим, Сбербанк. Вот у меня есть Сбербанк. Возьмем также там, например, на 10 тысяч рублей ордер в стакане продать. Вы это тоже там потом... Потом вам будет понятнее. В общем, пока посмотрите уроки и наблюдайте за функционалом биржи ОКХ, потому что вы с ним будете работать. Сейчас я вам показываю больше функционал биржи ОКХ. Мы видим, что у нас самое выгодное объявление, чтобы человек продался. Это 6397. То есть мы сейчас можем создать объявление на 6398 и встать на первое место. Давайте мы это сделаем с нуля. Мы нажимаем кнопочку Создать объявление. Да, еще раз. Куда мы переходим? Мы переходим вот здесь. P2P-торговля. Мои объявления. Зашли в Мои объявления. Нажали вот здесь вот Создать объявление. Все, у нас открылся функционал Создание объявления. Что мы хотим сделать? Мы хотим купить или хотим продать? То есть мы хотим купить USDT. Мы в стакане Продать, где продают обычные люди, покупаем. Сейчас не ломайтесь, потом вам это станет понятнее. Соответственно, вот здесь люди продают свои доллары. Продают они кому? Нам. Они продают нам. Соответственно, мы, если мы хотим для Сбербанка купить на 10 тысяч рублей, люди продают по 63.97, а мы покупаем по 63.97. Но чтобы быть на первом месте, мы ставим, смотрите, USDT, фиксированная цена, 63.98. И, например, количество. Пусть будет 1000 долларов. Давайте я поставлю 100, пока заполнится ордер, я сейчас не хочу покупать. 63.98. Нажимаем кнопочку Далее. Выбираем способ оплаты. То есть в моем случае это Сбербанк. Вы можете выбрать несколько способов оплаты. Например, Сбербанк, быстрые переводы. Дальше у нас, например, Тинькофф. И у вас будет сразу, видите, много способов оплаты. В любом случае, вам нужно открывать несколько банков, несколько карт, Райфайзен, Райфайзен, Росбанк, Сбербанк, быстрые платежи, я не знаю. Вот по максимуму U-Money. И пока ограничимся Сбербанком. Лучше выставить несколько объявлений на разные способы оплаты, чем напихать все в один. Это тоже такой сразу лайфхак на будущее. Потому что стаканы на Сбербанк и стаканы на Тинькофф разные. Не нужно пихать все в одно объявление. Вот. Работаете с Тинькофф, работаете с Сбербанком. Поставили один на Тинькофф, один на Сбербанк, все, работаете. Не пихаем все в одно. Конкретно здесь выбрали, например, Сбербанк, нажали кнопочку Далее. Дальше, смотрите, информация о заявке. Я, например, пишу максимально быстро отпускаю. Каких-то дополнительных здесь комментариев можно не писать. Если я пишу Сбербанк, то, например, да, мы пишем только со Сбербанк на Сбербанк. Или, например, на карту третьих лиц не отправляю. Но это не обязательно, потому что вы можете совершенно спокойно отправлять там на карту третьих лиц. быстро отпускаю, только со Сбербанка на Сбербанк. Или я максимально быстро работаю, например, да, можете написать. Потому что здесь вы покупаете USDT. Можно, да, максимально быстро я написал отправляю, потому что вы будете отправлять деньги. Максимально быстро отправляю, только со Сбербанка на Сбербанк. Все. Какие-то здесь дополнительные информации написать даже, я не знаю, можно написать. Дальше, что касается, Например, если бы вы отправляли не со своей личной карты, то вы, например, можете написать, да, отправляю не со своей, ну, понятно, да, личной карты, имя отправителя, там, Сергея Сергеев. Вот такие дополнительные комментарии можете написать. И можно, например, дальше написать, если не согласны принять отправителя там с третьего лица, отмените ордер. Все. То есть у вас сразу условия для биржи и для пользователя сразу прописаны. Можно также дальше написать, следующий комментарий. Округляю до 10 рублей. То есть, например, если у вас ордер будет 63 тысячи, там, вот такой вот у вас будет ордер, то вы, например, отправите 63, например, там, 63.15, да, или округляю до 5 рублей, 6 315. Если, например, был бы ордер какой-нибудь вот такой, да, 6 318, там, 37 копеек, вы просто отправите 6320. Когда вы продаете USDT, напишите то же самое. Округлите в вашу пользу до 5 рублей. И можете примерно написать, да, или можете написать, округлите в вашу пользу до 5 рублей, не отправляйте с копейками. И можете написать прямо там выделено. Это там плохо для банков. Используйте также в вашей работе. То есть реально с копейками ничего не надо отправлять. Округляйте, потому что это... Кто нахрен отправляет с копейками? Ну, это бред какой-то. Вот. Соответственно, вот эти вещи в информацию о заявке вы можете прописать. Далее. Да, вот. Максимально быстро. Пока оставим это. Дальше. Правила торговли. Смотрите. Вот здесь вы выставляете ваши размеры ордеров. То есть если вы, как мы написали, продаете 100 долларов, да, то вы пишете, например, что вы продаете от 500... Готовы принимать ордера. Ордера, то есть это человек купит там... Человек отправит на... Ну, точнее, человек продаст вам там на 500 долларов, на... Ой, точнее, на 500 рублей, на 1500 рублей, на 3000 рублей. То есть если вы готовы купить, видите, количество. Если вы готовы купить 100 долларов, это примерно там сколько? вот видите 6398 то вы пишете 6398 все вот от 500 рублей до максимума 6398 рублей здесь смотрите мы в будущем тоже с вами это разберем но когда вы покупаете доллары это не так страшно то есть вы можете например поставить вот здесь ограничение вы готовы работать только с людьми у которых больше двух выполненных ордеров то есть не вот которые прям совсем нулевые прям вот нулевые да и айси первого уровня нормально вообще совершенно не все проходят как мы 2 уровня с подтверждением там по документам и прочее минимальные ордера на продажу это тоже не так важно процент выполненных ордеров можете поставить 90 то есть не менее 90 процентов можете например там чуть чуть меньше требований сделать 85 процентов но для поначалу можете совершенно спокойно начать работать там с 90 процентов потому что когда мы покупаем доллары это вообще не страшно в любом случае если кто-то захочет нас там смошенничать или еще что то так как заблокированы доллары будут у этого человека мы просто отправляем скриншот службы поддержки вот сюда вот служу поддержки мы пишем мы выбираем русский язык пишем пишем связаться с оператором он говорит давайте я вам помогу оператором или например связаться с поддержкой связаться с поддержкой отправляем он пишет чем я могу помочь вы пишите опять связаться с поддержкой он пишет давайте я вам помогу вы опять пишите с поддержкой он опять пишет давайте вам помогу вы пишите связаться с поддержкой оператор оператор оператора и он там с 3 с 5 раза сдается и говорит переключаю вас на оператора переключаю вас на оператора и соответственно вы говорите вот у меня открыт прямо сейчас ордер не отправили ну типа пытаются меня обмануть я отправил деньги человек пишет, что деньги не пришли, ну, или бы какую-нибудь еще фигню. Присылаете видеоподтверждение, что отправили деньги, показываете смс-ку о списании, ну, короче, отправляете стандартное подтверждение, и оператор блокирует нахрен человека и отправляет вам, ну, точнее, забирает его USDT, отправляет вам. То есть потерять деньги невозможно. Со службой поддержки, предоставив доказательства, невозможно. Поэтому конкретно, когда мы покупаем доллары, мы, ну, мало мошенничества, потому что мошенники знают, что они все равно, как бы, отдадут свои доллары. Они не смогут не отдать, потому что они заблокированы на бирже. Соответственно, мы можем все равно поставить, типа, два, чтобы у человека было, ну, минимум два выполненных ордера, и, например, там, процент выполненных ордеров 90. Здесь дата регистрации без ограничений, потому что кто-то мог на УКХ, например, прийти там неделю назад, два дня назад, и быть все равно там активным торговцем. Но, вот видите, там можно поставить 30 дней назад более стареньких, старенькие пользователи. Но не нужно, это, это не нужно. Дальше тип пользователя. Все пользователи, время на оплату и стекло, там, 15 минут. Это нормально можно поставить, там, 30 минут. Рынок публичный, то есть неприватный, публичный. И вот здесь информация о заявке. Все. После того, как вы нажмете сейчас на кнопку «Создать объявление», у вас создастся объявление и будет активировано. Мы нажмем сейчас на кнопочку «Подтвердить». И вот сейчас мы сможем увидеть в информационной панели, в моих объявлениях, да, вот здесь главная страница, у нас, видите, активный ордер. У нас есть активный ордер на 63.98. Если мы зайдем в P2P торговлю, вот здесь вот во вкладочку «Продать», если мы выберем, вот сейчас, видите, 63.98, мы на первом месте сейчас с вами стоим. От 500 до, вот, как бы, давайте я выключу просто, чтобы сейчас мне не прилетел какой-то ордер. Вот я нажимаю «Деактивировать», все. Еще почему сейчас нужно было деактивировать? Потому что, смотрите, я вообще, я слишком, слишком хорошо встал. 63.98. Вообще по всему рынку я был на первом месте. Вот, видите, 63.95 – это вот даже сейчас по всему рынку самая выгодная делка. То есть я поторопился. Нужно было посмотреть, какой сейчас объявление, ну, какой сейчас рынок в данный момент. Если бы я хотел встать по всему рынку на первое место, то нормально встать по 63.96. По 63.96. Потому что зачем нам эти две копейки терять? Вот, видите, сейчас криптомасс как раз-таки встал на первое место по 63.96. Из будущих уроков вы, опять же, об этом узнаете. Ну, соответственно, мы сейчас с вами создали объявление. И вот у нас наше объявление по 63.98. Вот оно. Оно у нас вот здесь появилось. Если, например, конкретно это объявление вам не нужно, вы можете нажать на кнопочку «Удалить» и удалить это объявление. Либо, ну, как у меня, потому что у меня уже есть объявление на покупку, да, USDT со Сбербанком. Зачем мне еще одно? То есть я могу создать второе объявление, например, с Тиньковым или там с Юмани, или с Киви-кошельком, или с банком Райфайзен. Но вот мы сейчас с вами рассмотрели функционал создания объявления на покупку. Абсолютно по такому же принципу, давайте нажмем на кнопочку «Изменить», работает объявление на продажу. То есть я хочу продать, вы точно так же выставляете фиксированная цена, да, по какой цене вы будете продавать, какое количество вы будете продавать, например, там, 1000 долларов. Нажимаете «Далее», выбираете также ваш способ оплаты, нажимаете «Далее», пишете сюда ваши комментарии. Например, опять же, принимаю только со Сбербанка на Сбербанк, так как сейчас вам будут отправлять деньги, сейчас будут вам отправлять деньги. То есть вы продаете свои USDT и вам присылают рубли на вашу карту. Соответственно, вы пишете обязательно «Округлять» только со Сбербанка на Сбербанк. Если не устраивают условия, отменить ордер, например, там, ну, с третьих лиц пофиг. Если отправляете с третьих лиц прислать чек, то есть прописываете сюда условия, прислать чек в чат, округлить до 5 рублей, дальше максимально быстро отпускаете, соответственно, ордера, только с банка на банк, там, с других банков не принимаю, вот и все. Этого вам более чем достаточно. Или можно, например, написать «Принимаю на свою карту». Вот пять условий. Принимаю на свою карту, столько с банка на банк конкретный, да, со Сбера на Сбер, округлить до 5 рублей, прислать чек по окончанию сделки, если отправляете с другой карты. Что я там еще сказал, да, вроде все правильно сказал. Ну, в плане, может быть, я что-то еще сказал, просто забыл сейчас. Соответственно, если работаете, продаете тысячу долларов, да, можете написать, например, ордер, там, от 5 тысяч. Нормально. Не ставьте пока, там, ордера только, там, от 30 тысяч и больше. Вот по своему опыту хочу вам сказать. Когда вы ставите ордера, например, там, от 30 тысяч и выше, потому что вы думаете, что, ну, к вам сразу, там, крупники будут заходить на объеме. Окей, так и есть, те, кто работают на объеме. Но вот здесь, да, например, там, поставим 70 тысяч рублей. У вас все равно, как бы, максимальный ордер, да, будет 70 тысяч, все равно у вас максимум можно купить 64. То есть, можно здесь просто больше поставить и все. Смотрите, в чем смысл. У меня было такое, да, вот я ставлю ордера на, там, даже можете поставить ордера, там, от 3 тысяч рублей. Даже можете поставить ордера, там, от 1000 рублей, которые вы будете принимать. На такие суммы обычно никто не заходит. Это просто люди вбивают чисто, чтобы отфильтровать. Просто, чтобы отфильтровать объявления, ну, ненужные. И человек может просто увидеть, вот если вы поставите ордер, например, там, на, можете, например, поставить, просто сейчас увидите такой, тоже очень интересный лайфхак. Поставить, например, там, только от 50 тысяч и выше. Человек вас может просто не увидеть. Если поставить от 5, человек вас увидит. Но он также может у вас купить больше, чем на 5. То есть, не каждый человек, кто ставит от 5 тысяч объявления, будет покупать на 5 тысяч. Может, просто так отсортировал, а сам купит у вас там на 30 или на 40 или на 50 тысяч. Как раз то, что вы и хотите. Сейчас я это покажу максимально наглядно. Вот смотрите, когда вам отправляют деньги, вот здесь мошенников может быть больше. Поэтому здесь обязательно вот поставьте, да, там 2 или от 5 сделок, ну 2 нормально, от 2 сделок, KIC 1, обязательно вот процент выполненных ордеров здесь повыше, чтобы было там 90 плюс, 30 минут на ордер, без ограничений, все пользователи, публично, сюда еще раз всю информацию заявки. Теперь вы смотрите насчет, насчет того, что я вам говорил. Вот смотрите, когда, например, вы в стакане купить, ну точнее, давайте вот здесь посмотрим тоже. Смотрите, вот у человека ордер там, да, от 60 тысяч и выше. 63.96. Если вбить, например, 5 тысяч, видите, ну давайте вот так сейчас выберем, тинькофф, чтобы было, чтобы было понятнее, тинькофф, от 1000 рублей, видите, какие объявления показываются, от 1000 рублей показывается 63.43, потому что этот человек готов принимать ордер, маленький, от 1000 рублей. Теперь смотрите, я ставлю 5, оп, и видите, уже 63.62. То есть уже больше конкуренции, уже, скажем так, больше, уже выше цена. Вам нужно вставать вот сюда вот выше, да, уже 63.63. Или, например, если я сейчас поставлю от 50 тысяч рублей, то уже, видите, самое выгодное 63.90 или 63.65. То есть, например, если вот я хочу продать USDT, а у меня есть, например, там 50 тысяч рублей, не факт, что я буду вот так вот вбивать 50 тысяч. Я могу просто быстренько, например, вбить 5000, просто чтобы отсортировать лишнее. И вот как раз я увижу, вот, видите, бриллиантового торговца вот этого, 63.64. И он принимает ордера от 1000 до 500 тысяч рублей. Он думает головой. Это бриллиантовый торговец. Он знает, вот видите, он, мы с ним думаем одинаково, потому что он знает, что люди могут отсортировать совершенно по-другому, а купить ордер намного больше. Вот если вы выставите ордер от 1000, от 1000 рублей, да, и встанете вот сюда вот выгоднее него, по 63.65, поставьте также там от 1000 до вашего максимума. Ничего страшного, если вам прилетит ордер там на 2, на 3000 рублей, быстро его исполните и все. Но вам также может прилететь и большой ордер на те же самые 100, 200, 1000 и прочее. Потому что просто люди так могут сортировать. Вот, я надеюсь, я вас не запутал, да, вы просто вот запомните это, да, ставьте ордера от 1000 рублей. Потому что кто просто вот по маленькой сумме захочет отсортировать лишнее, что может быть лишнее, вот если вообще там без сортировки, могут быть какие-то там, ну, представьте, какие-то пейеры или еще что-то, ну, вот неважное, да, то вы будете, не будете показываться. Потому что если вы поставите слишком высокий ордер, там, вот там, от 40 тысяч и выше, то вы просто, ну, не увидитесь, например, для тех, кто сортирует меньшей суммой. Вот, друзья, давайте на этом закончу, чтобы вы не сошли с ума, и я не повторялся десятый раз об одном и том же. Про сортировку я сказал, про создание ордеров сказал, про, значит, в объявлениях фильтрацию от негодяев сказал, да, 90% и выше. Ну и, соответственно, все. Вот сейчас как бы ваша задача, пожалуйста, вот вы сейчас можете зарегистрироваться, пройти верификацию. И сейчас ваша задача, чтобы вы были, опять же, конкурентно способным человеком на этой бирже, вам нужно просто нашлепать ордеров. Можете это просто быстро по рынку сделать вообще вот там штук 10-20 ордеров просто по рынку на небольшие суммы. Зайдите вот сюда, в P2P-торговлю, и прям вот здесь купите, поставьте себе там, не знаю, 500 рублей, реально 500 рублей, отсортируйте, и вот прям у тех, у кого высокий процент выполненных ордеров, да, 98, 99, 94, 100, прям 500 рублей у него купи, у него купи, у него купи. Это на 500 рублей ничего страшного, что вы купите дороже. Вот это реально, это, опять же, в арбитражных понятиях на 500 рублей, там, это, ну, рубль вы, рубль или 5 рублей, или там 10 рублей вы потеряете из-за того, что вы купите дороже, чем могли бы купить. Да, но это маленький крошечный объем, и вам просто нужно сейчас сделать так, чтобы у вас было больше ордеров. Потому что если у вас будет суперторговец и 0 ордеров, вы, люди просто по причине того, что у вас нет ордеров, не захотят с вами работать. То есть вы пока еще слишком новый человек. Вот у меня 15 ордеров, со мной прекрасно работают, да, и даже когда 10 было, прекрасно работают, потому что у меня процент 100, и у меня цена всегда выше, самая выгодная была. То есть чем больше у вас будет ордеров, тем люди будут больше понимать, что, ну, вы гарантия исполнения. Вот 100 ордеров, 98 выполненных. 1600 ордеров, 99 выполненных. Понимаете, да, вот у него нет суперторговца, например, да. Я, например, не так хочу с ним уже работать, как если бы был суперторговец. 100%, 169. В общем, берете, купить, 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 да, ну и все. Вот эти 4, допустим, купили по 500 рублей. Потом то же самое, зашли в продать по 500 рублей. Продать, 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 да, вот здесь 100%, 100%. Ну, и у всех там 90, выше 90%, короче. Набить просто сумму. Вот чтобы у вас вот здесь, в вашем аккаунте, с суперторговцем, вот здесь было выполнено ордеров хотя бы штук 20. Это делается, друзья, за полчаса. Реально, 20 ордеров — это полчаса работы. Ну, час максимум. И уже после этого вы можете начинать реальный арбитреж, уже зарабатывать деньги. В следующих связках вы сможете посмотреть, как это делается. Это конкретно сейчас видео было по суперторговцу, по обзору биржи, по всем ордерам, по информационной панели, да, как ордера менять, как удобно все делать. Ну, и, соответственно, по безопасности, проверке личности. И вот то, что мы с вами вот здесь, по программе торговца. По программе торговца. Видите? Будет, когда у вас будет все выполнено, у вас будет написано статус торговца, супер, заявка принята, и, ну, у вас будет, как бы, вас примут суперторговцы. Для этого, как мы с вами проходили, да, нужно не так много. Конкретно это пройти полностью верификацию личности, 2000 долларов положить и отправить банковскую выписку Сбербанка, назвать себя, да, сделать имя пользователя, ну, свое имя пользователя, как у меня быстро и надежно, и вбить дополнительные данные контактов вашего какого-то близкого человека, Телеграм и прочее. То есть суперторговец отличается от обычного торговца, без этой звездочки, вообще даже его рассматривать не нужно. Даже не думайте работать на обычном торговце, потому что здесь максимум, там, полторы тысячи долларов за одно объявление, только два объявления можно сделать. Короче, какой смысл? Суперторговец получается реально за сутки, за сутки, и все, я пошел работать. Соответственно, два объявления покупки-продажи для каждой валюты, максимально быстрая служба поддержки, о чем мы тоже в следующих видео с вами поговорим, ну, уже коснулись конкретно в этом видео. Ну, и, в принципе, вот, да, все суперзначок, то есть все преимущества работы с ОКХ. Так что, друзья, это вот для того, чтобы начать почувствовать вкус арбитражных денег. Спреды здесь шикарные, вот только что был спред, это вообще полтора процента. Друзья, ну, вы видели вначале, это охренеть просто. Вот здесь вы как бы заработаете ваши первые деньги, и реально уже вот здесь скажете, твою мать, это круто. Орбитраж, это круто. И дальше уже будем смотреть в будущее, там, про бинанс мерчанта и прочее. Это одна из таких самых классных бирж. Поговорим о следующих уроках. Пока.